Дежурная бригада Ровно два года назад, в конце ноября 2021 года, у пермской елки появилось украшение, с которым она стала еще наряднее. В этом году, как и в прошлом, новогоднее настроение на пермских улицах будет создавать в основном иллюминация. Вот и над главной городской елкой на Эспланаде впервые вознесется световой купол диаметром 48 метров. Работы по его возведению уже ведутся. Подрядчик должен завершить их к концу этого месяца. Декорацию, которая состоит из 240 световых нитей, дизайнеры назвали «Звездная ночь». Долгоиграющая коммунальная история на Уральской 62 наконец-то закончилась. Ну, а началась она еще летом прошлого, 2022 года, когда на тротуаре рядом с трамвайными путями образовалась несанкционированная мусорная свалка. Ее ликвидация проходила с переменным успехом. Только-только коммунальщики наведут порядок, опять кто-то тащит сюда крупногабаритный мусор. Потом уже на заборе появилось объявление от администрации района, где говорилось о том, что нарушителям правил содержания городской территории грозит административный штраф. И это не помогло с первого раза. С первого не помогло, но теперь случилось. Коммунальным службам удалось таки справиться с проблемой. Несанкционированной мусорной свалки. На Уральской 62 больше не существует. А вот куда мы сегодня не поедем, так это на улицу Старцева. За нас там немного подежурила Ольга Тихонова. Она и рассказала о том, что в Старца дома номер 3 живет целое семейство крыс. А недавно на этом самом месте построили снежные горки. И теперь родителям просто-напросто страшно отпускать своих детей на прогулку. К примеру, на днях Ольга с ребенком своими собственными глазами увидели, как крысы бегали по придомовой территории. Тем временем Валентина Панова рассказала нам о необычной встрече. 25 лет она уже ездит на дачу, которая находится в Добрянском районе. Так вот, впервые в лесу по пути на железнодорожную станцию Валентина повстречала лесу. А вот к осее Ахмедсафиной пожаловала в гости белочка. Причем прямо домой, через открытое окно. По словам ОСИИ, белка прыгает по деревьям, потом взбирается по стене, прыг, и она уже у них в квартире. Вот и белка пришла. На, орешек, на. На тебя орешек. Ну, а Илья Муталеев поделился с нами видеоматериалом. Дело в том, что Илья увлекается ночными съемками пермских улиц. Потом собирает из этого музыкальные клипы. И один из них сегодня в нашей рубрике. Нам остается лишь напомнить, что продолжается наш конкурс на лучшую новость недели. На этот раз победитель получит в подарок то, что сделает его дом еще уютнее, а именно покрывало от телекомпании «Рефейпери». Свои сообщения, фото и видеоматериалы вы можете передавать, как всегда, через приложение Viber на номер 8 951 952 02 22. Мы же на этом прощаемся. Поменьше вам разочарований и побольше хороших новостей. Удачи и до скорой встречи.